Десятки звонков в дежурную часть поступили этой ночью. Оренбуржцев беспокоит зловонный запах. Больше всего обращений из центрального района города. В районе улицы Мусы Жалиля и сейчас ощущается неприятное амбре. Да, есть запах сильный. И вот эти очистные, что ли, пахнут. И газом. Ну, я ничего не делаю. Что сделаешь, запах еще. Ничего на улице. Особенно у меня дети маленькие, поэтому очень чувствительные. Мы только утром почти их не выводим, только, наверное, ближе к обеду пропадают. Жена куда-то жаловалась, не знаю точно, но жаловалась. Потому что сильно, особенно окна нельзя открыть совсем. В региональном МЧС подтвердили – это запах сероводорода. Для экспертизы воздуха были привлечены сразу три мобильных лаборатории. Все показали превышение предельно допустимых норм. Зафиксировали превышение ПДК в ночное время. Вблизи очистных сооружений практически в 25 раз было превышение. Ну, чем дальше от очистных сооружений на территории, до 7. И 7,9 превышения были такие. Специалисты продолжают мониторить ситуацию. Днем вредные вещества превысили допустимые нормы на 6 единиц. Одной из причин называют безветренную и жаркую погоду. Аварийных ситуаций на очистных сооружениях не было. Об этом говорят и специалисты Оренбург-Водоканала. Хотя на предприятии отрицают превышение сероводорода. Мы брали в четверг, в пятницу, в субботу, в субботу, в воскресенье в ночь. Мы знаем точно, у нас результаты, как бы лаборатория подготовила, у нас было все в норме. Соответственно, норматив за субботу, в воскресенье у нас еще пока результаты не готовы. Сложная ситуация находится на контроле у губернатора. На встрече с руководством Оренбург-Водоканала Юрий Берг указал на неэффективность контроля на предприятии. Вы отвечаете за все, что происходит на предприятии. Новые факты превышения ПДК сероводорода, источником которого являются очистные сооружения, говорят о недостаточности принимаемых мер. Специалисты напоминают, что сероводород – тяжелый газ. Овраги, подвалы, погреба – места скопления вещества. При возникновении чрезвычайной ситуации закрыть окна и двери по возможности не выходить на улицу. Немедленно сообщить по телефонам экстренных служб. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов, Новости дня.